Арминия увеличила свой экспорт на территорию евразийского экономического союза на 55%. По многим позициям очень важен для республики Арминия. Уменьшение составляет разы, допустим, в ходе направления, в 0,7 раза, по томатам в 10 раз и так далее. Что нас радует, что этот рост экспорта, он связан с ростом промышленного производства в территории Армии. В прошлом году республика Арминия показала по Союзу очень высокие показатели. Рост промышленного производства составил 6,7%, если бы то выше, чем по Союзу. Такую же ситуацию мы видим по начавству с 2017 года. Раздет рост в декуты Арминии, растут показатели внутри его производства. И по промышленному производству за этот период, за 4 месяца, показатель составляет 12,9%. Это очень высокие показатели по Союзу. Рост ПВП, прирост ПВП составляет 6,7% по сравнению предыдущих показателей. И здесь, наверное, можно сказать, что это показатель, конечно, это звезда присоединения к Европейскому экономическому Союзу. Но, конечно, за ними есть и успехи, но есть и недоработки. Мы сегодня хотели поговорить, но, скорее всего, наверное, именно о недоработках и о том, что нам предстоит сделать. С другой стороны, эти показатели, говоря нам о том, что при корме Европейскому экономическому Союзу получило одномоментные экономические эффекты, которые другие государства России и Голорусской государства получали в последнее время с этих денег. И, соответственно, мы видим, что для того, чтобы получать такие хорошие показатели, нам необходимо действительно добиваться новых инфекционных эффектов. И, соответственно, мы могли бы сегодня поговорить не только о том, что надо сделать для лучшего адаптации Республики Армения в итоге родительского экономического Союза, но и то, что в целом нам надо сделать и родительского экономического Союза, чтобы его совершенствовать, углублять и разобраться, чтобы все государства продолжали получать такие большие за 300 лет.